Когда прошла информация о появлении Fireside Messenger, я подумал, ну вот началось. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Что именно началось, я правда не понял и решил срочно скачать, установить и посмотреть, что это такое. Ну, чтобы понять, что началось. Fireside в тех редких упоминаниях о нем, что я нашел, заявляется как реинкарнация FireChat мессенджера, который может работать без интернет, образуя одноранговые меш сети, что называется на ходу. Разработка обоих мессенджеров связана с именем Станислава Шалунова, который в свою очередь фактически придумал технологию P2P, которая лежит в основе BitTorrent. Ну то есть предпосылки для бомбического мессенджера идеальны. Пока он существует только под Android, iPhone обещают в ближайшее время, тысяча скачиваний не густо, но релизу всего пара месяцев. Требует номер телефона это минус. Собственно предпосылки бомбические, поскольку Fireside по идее реализует все наработки, появившиеся на данный момент для построения децентрализованных сетей, обходящих блокировки, цензуру и DDoS. В основе Fireside лежит протокол New Note. А выглядит он вот так. Ну в общем стандартно выглядит, да и придумать что-то новое с интерфейсом современного мессенджера сложно. Для нас важно, что у него внутри. Внутри кроме заявленных плюшек есть сквозное шифрование, что тоже уже стало почти обязательным условием. Напомню, что в Telegram сквозное шифрование не подключено по умолчанию и работает только в секретных чатах. Сюда вынесена камера, по обработке изображения есть скромные настройки и иконка стартующее сообщение. Писать, правда, пока некому, разве что себе. Ну или можно стартовать группу, тоже пока только с собой любимым. Со временем здесь появятся все ваши контакты, установившие Fireside. Причем как в Telegram будет приходить оповещение, что такой-то теперь Fireside. Вот в таком виде. Установил Fireside на второй телефон, который вроде как немой, но мой, потому что станут двое-одна плоть. Вот натюрлих появилась в списке контактов и теперь можно отправить ей сообщение. Все достаточно стандартно, естественно, привет. Тут все как везде, смайлики, фото, голосовое сообщение. И можно прикрепить файл. Удобно, что файлы разбиты по категориям. Отправим фото. Так, ну если нажать на сообщение, то откроется стандартное меню. Тоже, честно говоря, сложно изобрести что-то новое. Хорошо. Заметки для себя, тоже понятно. Фотка из последнего сообщения рядом с именем чата. Не помню, у кого такое есть, наверное, приятно. Так, ну и собственно главное, что отличает Fireside от Telegram, WhatsApp и прочих контактов. То, что должно изменить мир, особенно если мир, который нас окружает, тоталитарный. Итого, гляди, отключит рубильник. Нет мобильного интернет, нет Wi-Fi, только Bluetooth. Отправляем сообщение. Улетело. А, нет, он включил Wi-Fi. Сейчас. Ну короче, Wi-Fi он включал несколько раз. Уж не знаю, телефон или Fireside. Думаю, что Fireside. И когда я наконец все заблочил окончательно, сообщение не отправилось. Колдовал, колдовал. Бесполезно. Не знаю, как он работает. Бриар, который также заявлен как мессенджер, не требующий интернета, работает просто по Bluetooth. Без всяких танцев. Ссылка, кстати, в описании. Там подробнее о технологии. Ну а здесь вот такая история. Не знаю, что это значит. Возможно, ему нужно все-таки подключение Wi-Fi и мобильного интернета, даже если он заблокирован. Ну просто чтобы был. А я таких условий создать не смог. Чтобы интернет был, но его не было. Ну и уж раз главная изюминка у меня не сработала, расскажу о неглавных. Сообщение можно удалять как у себя, так и у собеседника. Есть возможность поставить автоудаление сообщений. Об этом говорит таймер рядом с именем. Можно создать группу, добавив туда свои контакты. Настройки по группе минимальные. Заблокировать, покинуть. Раздачи прав в группе нет. Пусть вас не вводит в заблуждение слово заблокировать. Вы не блокируете участника группы, а блокируете конкретного человека и он после этого не сможет вам ни писать, ни позвонить. Как тут, кстати звонить я не понял, но пишут, что не сможет и позвонить. Ну и также по каждому вашему контакту есть код безопасности. Если вдруг коды не совпадают, вы переписываетесь не с тем человеком, с которым думаете, что переписываетесь. Если человек рядом, можно сверить коды, что называется, через плечо. Либо нажать на сканировать, просканировать код, который высвечивается на телефоне собеседника. И если он совпадает, вы получите вот такую зеленую галочку. После чего можете перевести бегунок в позицию подтвержден. Теперь вы можете быть уверены, что переписываетесь именно с тем человеком, с которым переписываетесь. Ну собственно, учитывая недостаток, а вернее полное отсутствие информации по фаерсайт, сложно сказать работает этот мессенджер или нет. Так и должно быть или это как-то лечится. В любом случае при прочих равных условиях мессенджер хороший. И на данный момент я бы сказал является потенциальной альтернативой Телеграм за счет громких имен, имеющих к нему отношения. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.